Всем привет! Всем доброе утро! Добро пожаловать в мой влог! Слушайте, сегодня такое прекрасное утро, плюс 12,5 градусов за бортом, очень тепло. Сейчас с Николей позавтракали, поболтали. Она говорит, мам, ну что ты мучаешься? Ну давай, говорит, я тебя отвезу в Россию с Жориком, раз никто тебя не везет, раз никак его не перевезти. Я говорю, Никусина, тебе будет тяжело меня везти, я же, ну это же далеко. Она говорит, ну ничего, ты же можешь, и я смогу. Я говорю, не, Николь, ты не справишься. В общем, поговорили, посмеялись. Ну, рано или поздно это произойдет, просто нужно это как-то все организовать. Сегодня я хочу, с утра у меня началось утро с оплаты счетов, как всегда. Пришел счет, помните, меня в скорую увезли, когда я упала с велосипеда. Пришел счет, гиб 40 евро. Это без вызова скорой, это просто за оказанную мне помощь. Значит, что-то там, ну короче, это уже там, было там 100 с чем-то, 110 что ли. И вот то, что мне эта страховка оплатила, остальное, вот 40 мне надо оплатить. Оплатила, какие-то безумные счета. Вот кадастр пришел, 1150 что ли. Это я еще летом должна была платить, до сих пор не оплатила, я же все время все поздно оплачиваю. Вот, кадастр нужно оплатить, медицинскую страховку 200 евро, почему-то такой большой счет. Звонила им, не дозвонилась, еще тоже не оплатила. Потом за воду пришли счетчики, значит, надо было отдать, ну, короче, дигитальные счетчики сдать. Короче, ввести на сайте счетчики за воду. И мне пишут, у вас огромная, огромная разница с прошлым годом. У вас что, какой-то там потоп был? У вас где-то утечка? У меня нет никакой утечки, я вообще одна живу, звоню им, хочу узнать, что случилось. Не дозвониться. Ну, ждем счет за воду. Ну, вот такая жизнь, вот такая жизнь. Так что жалуюсь вам немножко. Ну, зато, знаете, зато есть плюсы, плюсы классные. Поэтому я стараюсь на вот такие какие-то вещи, которые, знаете, бесят, раздражают. Но я же ничего не могу с этим сделать. Я выбираю ничего не делать и не злиться. Сейчас мы с вами заедем на почту, заберем пару моих посылочек. Я заказала с iHerb витамин D себе и подружкам. Сейчас получим и сразу выпьем витаминчика D. Да? И еще какая-то посылка пришла, по-моему, от Pixi. Коробочка красоты, наверное, пришла. Ну, как обычно. Пойдемте. Пойдемте в этот прекрасный день со мной. Продукты купим. Сегодня у меня прямой эфир Саши из Бразилии. Саша в белых штанах. С Сашулькой поговорим про Москву, поговорим про путешествия. Такие три темы у нас. Парфюмерия. Он тоже любит мишу, парфюмерию. Потом ароматы. Парфюмерия, путешествия и Москва. Вот он уехал из Москвы, он москвич. А для меня непонятно, как можно бросить прекрасную Москву и уехать жить в Бразилию. Хотя Бразилия, наверное, тоже прекрасна. В общем, про это поговорим. Я думаю, интересный будет эфир. С Мариной новой я тоже хочу эфир сделать. Написала ей, хотела сделать такой тип. Я к ней пришла как к психологу. Иду за посылочкой. В пижаме, в тапках. Ну, что, какая разница? Без разницы же, правда. За посылочкой же это сайхерба посылки приходит. В такой дурацкий центр этот вот сортировочный. Так далеко от дома. Ужас, так неудобно. И ровно неделю там лежат. Если за неделю вы не заберете, все. Обратно. У меня так две посылки сайхерба обратно вернулись. Не знаю, вернули мне деньги или нет. По-моему, ничего не вернули. Не забрала, все. Твою, как так холодно. На солнышке хорошо. А вот так идешь, уже зябко. Нравится мне новый телефон. Смотрите, как красиво снимает. Чудесный, да? Хоть одна радость. Новый телефон, новая камера. Такие приятные эмоции. Нет, никакая сумка. Никакие там новые ботиночки. Или тряпка не радует так, как новый телефон. Вот абсолютно не накрашенная сейчас. Ну, кожа сейчас очень хорошая после процедурки. Такая плотная, увлажненная. Молодая. А, вот этот магазин. Очередь, прям, забрать посылки. Что же такое-то? Вот это прикол. Даже не знаю, что такие есть еще в журналах. Бурда стайл. И бурда для полных. Вот так вот. Маст хэв. Осенние маст хэва. С выкройками. Все, как раньше. Интересненько. Видите, сколько открыток разных. Это бельгийцы очень покупают вот такими наборами. Открытки. Видите их, как много? Все открыточки разные. И отправляют всем открытки своим родственникам и друзьям, соседям. Отправляют открытки поздравительные с Рождеством и Новым Годом. Вот такие вот они. Староверы. Любят вот такие традиции. Открытки под конвертах, по почте, с марками. Все это делают. И обижают, если вы им не отправляете в обратку. Видите, листва гниет. Такой приятный запах. Калининградом пахнет. Обычно вот это все убирает. И редко пахнет здесь вот такой вот гниющий осенний запах вот этот вот листвы. И я поняла, почему я редко этот запах здесь ощущаю. Короче, забрала посылочку. Дома распечатаем. Сейчас нечем распечатать. Но там в основном витамин D и что-то еще. Но витамин D много. По-моему, пять бутылочек, что ли. Ну что, забрала еще одну коробочку. Пикси. Слушайте, что-то большое. Я очень люблю Пикси. Мне нравится их и уход, и декоративка. И, кстати, у них очень классные подводки для губ сырест. В общем, люблю Пикси. Они меня любят. Я у них в постоянной рассылке. Так, ну что, купила себе две булочки. Две вкусные булочки себе взяла. Косичку и что-то там с ягодами. Прям так хочется, чтобы давно булочку не ела. Щеки в экран не попадают. Ладно, сейчас приеду домой. Может, кофе к себе налью и в прямой эфир выйду. Потому что... Чуть соскучилась, пообщаться хочется. Так. Сейчас у меня был такой шкандаль на почте. Мне должны прийти ароматы. И уже пришло сообщение, что забирать здесь. Вот в этом вот, где я сейчас Пикси забрала. Но пока нет этого, сканировать этого кода. Это значит, что посылка у них, но ее еще там не сосканировали. Как бы, короче, еще нет времени забирать. Я говорю, я понимаю, что посылка у вас. Отдайте мне ее, пожалуйста. Нет. И все. Мы заняты. Мы заняты. Ну, то есть, им надо все отсканировать. Тогда придет мне сообщение, что она у них. Но она уже у них, но сообщение мне еще не пришло. Но я же говорю, у вас стою. Но вы же можете ее найти? Нет. Нет. Все. Нет. Нет и все. Так что придет сегодня после обеда опять возвращаться сюда. Должны прийти мои ароматы. Еще одна посылка потерялась с ароматами. Это мне должны прийти Noe, бельгийские ароматы. Для Сюрд Noe. А ароматы еще одного бренда из Италии. Мне пишут, вы получили? Вы получили? Я говорю, я ничего не получала. Где искать? Скажите. Должны быть у вас. Должны быть у вас. Кому-кому-то доставили, но не мне, видимо. Так жалко. Итальянский бренд. У меня давно эти ароматы когда-то были. И у них сейчас вроде как что-то поменялось. Или формулы, или флаконы. В общем, хочу опять их. Только посмотрите. Плюс 17 за окном. Жора, что ты там нашел? Надо почистить салон. 17 за бортом. Погода отличная. Я очень-очень-очень люблю это время года. Вы любите осень? У нас в Бельгии вообще зеленая страна. Много дождей, поэтому много зелени. Я очень люблю вот это вот время. Пахнет листвой. Пахнет последними теплыми деньками, можно сказать. Представляете? 17 у нас сейчас. Сейчас. Я всегда говорила, что сентябрь и октябрь это очень хорошие месяца. Для посещения Бельгии. Потому что много солнечных дней. Можно прекрасно провести время. Нет жары, нет духоты. Обычно солнечно. А вот уже с ноября месяца. А вот уже с ноября месяца и по конец марта. Бывают, конечно, солнечные дни. О чем я говорю. Не так, что прям это только серость и дожди. Ну, в основном. Особенно здесь у моря. Здесь постоянно промозглая погода такая жуткая. Я метеозависимый человек. А вы? Я постоянно. Нет солнца, я ною. Вот солнце есть, видите, я в ресурсе. Кучу дел делаю. Все успеваю. Все нормально. Нет солнца, все, я лежу, овощи. У Жорика уже паника. Паника, паника у Жорика. Взвесили его 9 килограмм и 8. Ты куда полез? Ты куда полез? 9 килограмм весит, товарищ. Жорик, ну все, успокойся. Успокойся, пожалуйста. Ага, это не пень, да? Немного пень, да? Преки. Я не знаю, это не пень. Я не знаю. Нормально пень, да? Да. 125 евро жорик ну что такое 125 евро а я карту забыла так торопилась что забыла его карту поеду домой заберу карту и вернемся заплатить заплатим за тебя что жорику выписали от воспаления антибиотик на что у него аллергическая реакция на лапки ну бывает такое как воспаление там между пальчиками мопсиков бывает как-то называется дерма что-то вот но не не понятно что это в общем выписали шампунь ему я шампунь забыла кстати покажу вам шампунь выписали чтобы лапку эту мыть что у него это уже третий раз и всегда на одной и той же лапке вот но мы считаем с николь что это аллергия на что-то что воспаляется там перепон очка вот доктор говорит это просто вросший волосок у них вырастает волосок у животных и вот надо этим шампунем мыть но мне кажется этот шампунь это мертвого припарка просто когда это происходит надо пить антибиотики чтобы это все заживало заживало вот 125 евро но ему сделали еще одну прививку 55 евро стоит ну что вы хотели это животное такие цены это еще как бы по-божески я как-то и 800 за него платила ему операцию делали сколько было 300 чем-то по-моему когда зубы чистили тебе сейчас скажешь что еще хорошие зубы чистить можно подождать с чисткой короче представляете забыла жоркин вот этот вот паспорт паспорт иностранца кстати видеть он из из венгрии мопсик замучили мопса там не водите он такой болезненный потому что мать видимо там замучили своими этими всеми родами видите двадцать третьем году были последние прививки сейчас вот поставили несколько сейчас я взяла паспорт чтобы все это пропечатали посмотрите сколько у него всего тут прививок 6 ну что все в порядке у него теперь с документами шампунь забрала вот этот вот 10 дней надо мыть постоянно а потом пару раз в неделю именно этим шампунем быть лапы потому что это такой какой-то шампунь от неприятностей так называется надо будет купить его в интернете а не у доктора покупать так все попроставили нам наклеечки от бешенства раз в три года делают кстати это какая-то другая была вакцинация не от бешенства это вакцинация какая-то не от бешенства чего-то другого потому что от бешенства вакцину делать раз в три года всем жориком у нас должно быть все в порядке это камера зараза все подчеркивает вы посмотрите и поры и прыщики пигментацию абсолютно всем помните мне такие очки их были силен все рынке не люблю этот чехол вечно собирает на себя все подряд ночи очки очень красивые селин сразу да такое качество прям красивые большие такие вот телефона не ношу в чехлах а очки да потому что очки жалко себе побаловать взять клубнички и думаю ой вот эти вот геодзе или как их называют очень вкусные штучки но люблю их они быстро разогреваются и такие нежные тонко текст тех тесто и смотрю такая опа 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 а тут у нас просрочечка стоит так что итог в пятерочке просрочка бывает вот достаточно люксовые такой вот супермаркет дорогой и пожалуйста позор 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 это даже у тебя геодзе уже не хочу брать я взяла себе китайскую еду вот только 1 это ужасно пойду им покажу вы чего с ума что ли сошли зато в этом супермаркете можно взять себе кофейку очень приятный хороший хоть качественный кофе здесь вот что значит клиентская клиента ориентирование а за бесплатный кофе бельгийцы они маму родную продадут я всегда себе беру здесь кофеёчек здесь вот такая приятная кафешечка можно здесь посидеть поработать телефон зарядить кофе такой закат красивый ванильный так ну что девочки купила два вот таких кустах хризантемы такие два больших кустика мамочки отвезу потому что здесь 1 ноября считается день умерших и принято вот такие вот большие горшки хризантем ставит ну не знаю почему так у них принято но если вы будем проезжать мимо кладбище вам покажу что они ставят и продают вот с разных цветов вот такие вот мелкие хризантемки они в горшке у них получается иду там были врезалась собственную машину короче от этих хризантемы большие вот они какие огромные их ставят на кладбище некоторые около дома ставят но мне кажется это чисто кладбищенская тема здесь такая вот две купила поставлю 2 они такие ароматные вы не представляете они еще распускается такая огромная шапка получается завтра хочу поехать сегодня уже видите все темнеет уже ну что мои дорогие так я дома быстренько делаю вам распаковку и убегу к врачу потому что у меня на 6 часов врач давайте посмотрим что я заказала на херн потом у нас будет распаковка продуктов все как вы любите жорик сидит и жди я тебе дала колбаски я дала ему таблеточку уже вот такую одну подождите антибиотики не дала где антибиотики короче 1 2 3 4 5 6 всем подружкам заказала витамин d попросил это витамин д девочки самый лучший на херби сейчас прям с вами одну и выпью потому что кожа и вообще зубы абсолютно все требует витамина д не принимала очень приятный вкус апельсиновый такой с легкий леву тебя ждут я заказала себе биби крем от холика холика вот такой желтенький он очень хороший это моё тоже дам одну и я заказала себе джентл айрон и железо буду железо но хорошая мягкая не тошнит от него скрыться тоже солдат вот такая вот пришла меня маленькая джентл айрон 25 мг 0 немного можно мне кажется пить по по 2 спокойно а то и по 3 день в общем попробовать этот биби крем расскажу от холика холика это корейский в принципе неплохой но витамин d вы знаете это такая посылочка пришла едем дальше я рада что жорику впихнула лекарства пикси 25 лет пикси вот это такая шкатулка вы посмотрите какой люкс вау 25 лет написано и не для и не все для и нички именная боже какая красивая шкатулочка прям настоящая деревянная очень тяжелая думаю что же там такое посмотрите 25 лет я не знала что это такой старый бренд с историей очень люблю эти тоники они самые лучшие glow тоники от них сияет лицо они очень хорошие посмотрите какая шкатулочка что я могу потом хранить в этой шкатулочки я же как то бабка мне все надо использовать она вытаскивает свет не замуж подарю кому-нибудь потому что у меня этих тоников запаса много в общем вот такой вот подарок от glow ароматы распакуем с вами прекрасно знаю что вы любите видео с распаковкой продуктов я тоже люблю ой вот такой вот огромный пакет продуктов ну что погнали быстренько покажу что я купила из продуктов и поеду к доктору так я купила клубнику боже мой хорошо что я не положила в такой вот пакетик бельгийская клубничка давайте попробуем ее мне что-то мне кажется это уже последняя клубника в этом году я купила молоко я знаете как и захотела мне хотелось молока клубники и сахара туда как в детстве даже без шейкера просто вилочка это все помять клубничка мне показалось ароматный клубничка мне показалось очень ароматный такой-то как будто бы дачная не хочу ее бельгийская написано ну давайте попробуем очень кислая очень кислая но ароматная вот такая клубничка мне надо быстрее чтобы она не испортилась мне очень хотелось винограда я прям это очень вкусно итальянский виноградик такой смотрите какая красивая гроздь итальянский такие две грозня очень вкусно с сыром я вот именно этот люблю в этом пакетике виноград премиум не так называется сорт но он очень вкусный виноград уже взяла последний тут такой не очень взяла уже последние пакеты кому два было вот один более-менее еще более выглядел видимо все уже заканчивается сезон очень вкусный необычный вкус никакой кислятины нет абсолютно нет никакой здесь косточки такой медовый еще курму взяла яблоки галла мои любимые пинг леди галла пинг леди галла я тоже люблю но пинг леди я люблю больше это самые вкусные яблоки они так и знаете розовые твердые кисло-сладкие очень вкусные очень вкусные яблоки этот пинг леди вот но их надо хорошо мыть они какие-то рекомендую кто и кто ищет себе вкусные яблоки берите пинг леди так ну что клубника виноград яблоки и хурма короче будет форма взяла вот такие три помидора этой помидоры бычье сердце называется все лето их не брала брала разные другие сорта а вот это вот так вкусно с оливковым маслом с лучком просто супер сметану забыла короче мне вот один помидор на один салат по три продаю они немножко полежат и будут очень вкусные интересно что производство написано что бельгия это прекрасные помидоры их надо резать вот так вот так вот надо их резать чик-чик-чик и тогда получается как цветочек как цветочек тогда получается помидор когда вы режете вот так вдоль и поперек конечно я взяла огурчики у нас наконец-таки появились менее огурчики как называется меня гучки здесь обычно такие длинные помидоры девочки вся жорик извините нет времени переодеваться короче вот такие вот огурчики пол килограмма 4 евро это вот такие вот вкусные огурчики прекрасные 6 огурчиков 4 евро и такие помидоры тоже около 4 вот так вот на пару салатиков не хватит не огурцы вот эти могу есть просто и купила вот такой вот сладкий лук это сладкий испанский лук он должен быть очень вкусный ну не знаю посмотрим вот этот вот испанский вкусные сладкие так называется сута юн испанский одну взяла попробовать на салатик потому что лук закончится а вот форма я взяла такую биохурму но на дубовая не надо лежать неделю хотя знаете хороший какой лайфхак чтобы у вас форма быстро созрела надо ее заморозить и вытащите разморозить она будет мягенькая вот ну вот пока полежит у меня на тарелочке я люблю очень хурму и что что о только осень спасает только хурма спасает грустную осень купила масло вот такой вот президент масло и вы знаете что чем прикол этого масла она соленая здесь морская соль в нем есть масло на булочку нажимаем на намазывать или на хлебушек и получается безумно вкусно просто соленое масло и больше ничего вот такая здесь головка масла президент я думаю что вас продается по французский бренд ой как вкусно боже посмотрите там вот такое вот масло с солью сейчас будем тестировать это просто класс очень удобная коробочка так я взяла себе такую вот курочку что захотелось азиатской еды и взяла себе курицу под пекинским вот она уже готова 7 евро стоит вот такая вот коробочка можно рис отварить у меня есть рис уже отваренный я вчера делала рис глядяный у меня рис есть это как раз вот можно добавить вчерашнему рису так взяла сыр вот так два сыра я брала у меня сыр еще дома есть я взяла еще два два вот таких вот сыра мне очень нравится он безлактозный и он с дырочками как у наш советский сыр два взяла один помягче другой по задористей заболистей по заболистей по задористей в общем вот такие вот сыры как нашим советском союзе были они очень вкусно очень именно пластин далее вот эти вот безлактозные два сыра вот как раз масло сыр хлеб шикарно так конечно же я взяла чудо эклеры чтобы не грустить вот такие вот антидепрессанты очень вкусно но сейчас я уже не хочу хурму съела я прям сытая булку я сегодня ела все эклеры на завтра у у меня в пакете все папа повываливалась так что вы не это не обижайтесь что они мне немножко вот так вот подмялись завтра утром будут эклеры я взяла вот это вот совершенство это уже вторая банка у меня пустая стоит это вот так я вам сейчас покажу это фисташковая паста да это сахар и жир да но это очень вкусно берете любую корку хлеба мажете вот этой вот фисташковой итальянской пасты и у вас получается пирожное это безумно вкусно и обещаю что я последний раз я покупаю я не смогла не купить по-моему или семь или восемь евро стоит но это стоит того единственное что конечно единственное что конечно это зависимость вызывает для упаковки кофе потому что видите пустая чашечка взяла черные коричневые черные крепкие коричневые черные коричневые покрепче взяла молочка потому что хочу сделать себе клубнику с молоком такой себе хочу детский коктейль сделать как в детстве и блинчики хочу напечь у меня молока не было так взяла себе сок взяла себе сок к томатной солью хочу соленого хочу солененького огурчик соленая забыла взять тяжелая тверь осталась взяла красную рыбку себе на бутике я же бутербродница взяла себе салями прошу то не взяла салями вот такой вот она должна быть очень вкусно попробуем прошу то я люблю солями люблю и марта делу люблю ой вы видите как луна неплохо неплохо взяла вот такую рыбку копченую макрел с лучком с картошечкой будет очень душевно что это макрель как по-русски там не селедка нет макрель 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 скумбрия это скумбрия красная рыбка не буду открывать или открыть пахнет шикарно пахнет копченой рыбой литовской на что нам хлеба породинский и лук такая вот жульненько вонюченько приду к доктору так взяла вот такую вот шейку она уже как под копченая и маринованная это в морозилку возьму это очень вкусная свиная шейка ее можно и запечь и просто пожарить вообще найдет для барбекю очень знаю что будет сегодня есть на ужин на эту рыбу очень вот такая вот шея очень вкусно мяско свинину не сильно люблю но такое люблю на салатик взяла себе укроп и такой вот лук молодой и сметану забыла представляете я взяла вот такой протеиновый не очень люблю ни другого не было такой вот огромный кусок вот этого не хека там как это называется хельбот это такая копченая рыба на бутике вот так нарезаете себе красотища не буду сейчас это вскрывать но вы поняли жирная такая вкусная белая рыба копченая взяла себе говядину картошка есть картошечку я себе сделаю это антрикот вот на косточке вот видите написано за среди антрикот за среди так что так понимаю что это где-то на по должна быть косточка варик иди сюда нет нет косточки чему не знаю за среди шестое ребро называется антрикот шестое ребро так я взяла батарейки и взяла вот такие два а себя от шоль крем для ножек потому что это продлевает жизнь вашему маникюру и педикюру педикюру точнее вы на нас на свои чистые ножки наносит этот крем от шоль и носочки и спать и вас будут нежные пяточки что очень хороший бренд для ухода за кожей особенно ног вот шоль и взяла вот такой вот черный коричневый вот такой взяла сухой шампунь от невия прекрасные считаю прекрасные покупки что я забыла я забыла картошку но она заканчивается я забыла картошку я забыла картошку купить но у меня там на разочек есть рыба великолепно но хоть недорога вот это было дорого кусок недорого 660 евро 3 стоило нормально не значит так захотелось этой рыбам копченого соленого хочется ужас кошмар короче такие покупки картошку забыла сметану забыла вот на неделе купила продукту оцените мои покупки оцените мои купки